Традиционно в начале года инспекция Министерства по налогам и сборам Гродненской области подвела итоги работы за прошедший год, в том числе и по взаимодействию со средствами массовой информации области. Телерадиовещательный канал «Гродно плюс» стал победителем в конкурсе среди республиканских и региональных СМИ по освещению вопросов налогообложения. Тесное сотрудничество налоговых органов со средствами массовой информации отметили на конференции, стимулируя добровольную плату налогов у граждан. Главным налогоплательщиком области по-прежнему остается Гродненская табачная фабрика «Неман». На втором месте и в нашей области и во всей стране уплата подоходного налога с населения. К слову, областной бюджет в 2017 году пополняли почти 400 тысяч плательщиков, в том числе организации, индивидуальные предприниматели и физические лица. Нам нужно было в отдельных случаях применять меры принудительного характера. Конечно, это почти 500 тысяч платежных требований выставленных, 10 тысяч приостановления операций по счетам и другие меры принудительного характера, которые позволили дополнительно взыскать в бюджет 85 миллионов рублей. Изменилась и концепция контрольной деятельности. Сейчас она направлена на профилактику. Кроме того, большое внимание уделяется камеральному контролю налоговых деклараций, когда внедрена система электронных счет-фактур. Сейчас создаются все условия, а именно разрабатывается компьютерное обеспечение для камерального контроля. Он поможет субъектам хозяйствования вовремя выявить нарушения в составлении деклараций и в применении льгот.